В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Любви цветов и улыбок, что саровчане пожелали женщинам 8 марта. Семейное чтение. Детский сад номер 14 провел литературную гостиную для педагогов. Оттепель Ивана Маркина в городском музее открылась новая выставка. Далее расскажем обо всем подробно. В этом году мир в 110-й раз отмечает Международный женский день. В России это один из самых любимых праздников, хотя его содержание претерпело изменения. Из идеологического чествования женщины передовика производства и активистки он превратился в день любви и семейных ценностей. Наша съемочная группа собрала самые теплые и нежные пожелания от саровчан для прекрасной половины человечества. Сегодня мы отправляемся на улицы города, чтобы узнать, что саровчане пожелают нашим красивым дамам. Ну, как обычно, счастья, здоровья, успехов, быть красивыми. Счастья. Счастья хочешь? А может быть еще чего-нибудь? Здоровья. Счастья и здоровья. Ну, значит, обязательно исполнится. Да, хочу поздравить весны, счастья души, чтобы все было хорошо, чтобы никто не болел, чтобы пандемия закончилась. Счастья женского, счастья житейского, чтобы все было хорошо. Поздравляю всех, жительниц прекрасного сарова. И все? Всего-всего хорошего, цветов побольше, радости, чтобы все любили. Ну, радостного настроения хорошего. Я хочу пожелать всем девушкам оставаться такими же красивыми и улыбчивыми, и чтобы все у всех было хорошо. Ну, что ж, подтверждаю свои слова. Улыбайтесь, пожалуйста. Улыбайтесь, с праздником. Ну, что ж, я, наверное, хочу пожелать всем девушкам оставаться на позитиве, потому что в нелегкое время коронавируса – это как никогда важно. Обязательно заботиться о своем здоровье, собственно, продолжая тему коронавируса, оставаться такими же позитивными, продолжать нас радовать, ну, окружающих, семью, знакомых своей красотой. И всего самого-самого хорошего, наверное. Замечательные слова. Я вижу тюльпанчик. Это тюльпанчик. То есть вас уже поздравили? Да, нас мальчики в школе поздравили. Счастья, денег больше. Да, я бы поздравила и поздравлю, потому что светлый праздник. Хотелось бы, чтобы солнышко в этот день было. Желаю всем дамам счастья, здоровья, особенно в такой год. Побыстрее, чтобы это все закончилось. И только улыбаться, радоваться и радовать своих мужчин. 8 марта. Что пожелаете прекрасным саровским дамам? Всего хорошего. Пока. Всего хорошего нам пожелали. Ну, будем надеяться, что это не в смысле до свидания, а в смысле всего хорошего, счастья, здоровья, улыбок. Вот такой вот он солнечный 8 марта. Подождите, подождите. Один маленький вопрос. Здравствуйте. 8 марта. Не хотите поздравить саровских девушек прекрасных и что-нибудь им пожелать? Конечно. Все девушки, самый прекрасный пол. Я желаю им счастья, добра, любви, самое главное, чтобы их молодые люди никогда не бросали и только любили. Канал 16 поздравляет прекрасную половину человечества с 8 марта. Пусть этот день будет ярким, солнечным и незабываемым. Спасибо врачам. Утром под окнами семи этажки в больничном городке было непривычно и оживленно. Студенты Саровского политехнического техникума со своими преподавателями и директором собрались, чтобы поздравить сотрудников больницы с праздником и поблагодарить их за спасенные жизни. Поздравить врачей за то, что они так самоотверженно защищают нашу страну от всех болезней, от такой страшной эпидемии, как коронавирус. Ведь это очень трудно бороться с невидимым противником, который каждый год мутирует, который уносит тысячи жизней. Настоящим подарком для медиков стала песня, исполненная студентами. Братья, медсестры и наши врачи за жизни сражаются днем и ночи, своими рискуя, ведь вот в чем беда. Заключение студенты вручили воздушные шары сердца медицинским работникам. В Сарове продолжается прививочная кампания против коронавируса. По информации пресс-службы городской думы, сейчас в городе около трех тысяч вакцин гам-ковид-вак, она же спутник ВИМ. Вакцинируют горожан в двух поликлиниках, в специально оборудованных кабинетах. Обязателен осмотр врача перед прививкой. Доктор знакомится с состоянием человека и изучает его карту, историю болезни. При наличии некоторых хронических заболеваний или их обострений, прививку либо отменяют, либо переносят. Записаться на прививку от COVID-19 можно по телефону 955-49, поликлиника номер 1 с 8 до 19 часов. 955-08, колл-центр поликлиники номер 1 с 8 до 16.00. 952-45, поликлиника номер 2 с 8 до 16 часов. Аэрофлот предложил сделать регистрацию в аэропортах платной. Инициативу уже направили в Минтранс, сообщают известия. Таким образом, компания хочет исключить из стоимости билета регистрацию на рейсы. Это позволит пассажирам выбирать, либо делать это за деньги в аэропорту, либо бесплатно через онлайн-сервисы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Клиническая больница номер 50 напоминает федеральным льготникам, что получение лекарственных препаратов возможно только при предъявлении справки из пенсионного фонда. Документ должен подтверждать, что гражданин не отказался от льготного лекарственного обеспечения и не заменил его на денежную выплату. Справку выдает пенсионный фонд на текущий год. Ее нужно предъявлять врачу при каждой выписке бесплатных рецептов. Предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования приложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Сейчас в определенных категориях граждан есть возможность на льготных условиях приобретать билеты на поезда дальнего следования. Но среди них нет пенсионеров. При этом у многих из них есть родственники, которые проживают в отдаленных регионах. И для их посещения граждане пожилого возраста вынуждены тратить громадную сумму. Сухарев предлагает предоставить пенсионерам право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой 50%. Как сообщает РТ, соответствующее письмо законодательно направил на имя главы Миндранца Виталия Савельева. Артем Мальцев занял пятое место в гонке на 15 километров с свободным стилем, которая прошла 3 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберсдорфе. Для подопечного Маркуса Крамера это один из лучших результатов карьеры. Среди россиян лучше Артема выступил лишь Александр Большунов, занявший четвертое место. От бронзовой медали, которая досталась норвежцу Харальду Амунсену, Артему Мальцеву отделили 15 секунд. В выставочном зале городского музея открылась юбилейная выставка от Тепеливана Маркина, известного художника графика России и Мордовии, педагога-мастера станковой графики. Он работал в различных графических техниках – афорте, литографии, ксилографии, линогравюре. Особое предпочтение отдавал рисунку карандашом. Выставка приурочена к 70-летию мастера. В экспозиции представлено более 40 графических работ разных периодов творчества художника. Раннее, еще немного морозная весна, жаркое лето, багряная осень и снежная зима. Городской музей предлагает саровчанам посмотреть на четыре времени года глазами талантливого художника Ивана Маркина. Работы выполнены в довольно хрупком виде искусства – графике. Почему хрупкий вид искусства? Он не такой распространенный. Вы, наверное, со мной согласитесь, да, в этом плане? Мы больше встречаем с вами живопись, как правило, акварель, гуашь, масло. А вот именно с таким видом искусства, особенно саровские зрители, знакомятся не так часто. Выставку приурочили к 70-летию мастера. Сотрудники музея старались подбирать работы так, чтобы показать все грани творчества художника. Иван Павлович много работал в жанре пейзажа. На своих полотнах он порой обращается к городской тематике. Но главный незаменимый спутник его картин – природа. На всех картинах мы сможем увидеть деревья, причем деревья, у которых свой характер, своя манера, свое поведение. Это даже, можно сказать, сказочные деревья. Мы можем с вами увидеть птички, которые сошли как будто из мультика к нам. Или какие-то задумчивые персонажи, люди, животные. Ивана Павловича вдохновляли родные места. Тема деревенской жизни красной нитью проходит через все его творчество. Лишь взглянув на эти полотна, можно понять, что к сельским просторам график относился с особым трепетом. Помимо природы, он как мастер выбирает и другие темы. И постарались вам еще показать, что все-таки художник-график иногда отходил от своих любимых материалов и мог поработать и акварелью, и живописью. Выставка мордовского графика в городском музее продлится до мая. Познакомиться с работами художника приглашает всех желающих. Продолжение следует... Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Принять участие в программе смогут гостиничный и ресторанный бизнес в сфере культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма – 500 миллионов рублей. Главное условие – заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля на срок до 12 месяцев. Поручителем станет государство. По словам главы Кабмина Михаила Мишустина, потенциально помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора миллионов человек. Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию, отметил Мишустин. К другим новостям. Как приучить ребенка к чтению? Конечно же, читать всей семьей уверены специалисты детского сада номер 14. Уже несколько лет они реализуют программу духовно-нравственного воспитания, в которой делают упор именно на семейные традиции. Своим опытом с коллегами из других садов они поделились во время педагогической гостиной. Интерес к чтению у детей падает. Даже малыши в большинстве своем уже не воспринимают книгу как нечто особенное, как сокровище, приоткрывающее дверь в страну сказок и волшебства. Больше внимания и интересы ребята проявляют к гаджетам. Педагоги, работающие с дошкольниками, пытаются придумать какие-то новые способы и методы, чтобы увлечь своих воспитанников книгами. Своими наработками воспитатели поделились на встрече в детском саду номер 14. В частности, педагоги незабудки рассказали о клубе семейного чтения «Родничок». Потихоньку, маленькими шагами у нас присоединяется к этому клубу очень много родителей. Также собираем мы опыт семейного воспитания именно по данной теме, их обобщаем. С этим опытом знакомятся у нас родители и другие родители, которым тоже не безразлична эта тема. Совместное чтение объединяет детей и родителей и хорошо развивает малышей. В этом году из-за пандемии проводить занятия в клубе в вочном формате запретили, поэтому воспитатели стали искать другие варианты, как заинтересовать детей книгами. В одной из групп придумали организовать полочку для буккроссинга. Ребятам предложили принести из дома книги, которые они уже прочитали, и начать книгообмен. После прочтения дети могут поделиться впечатлениями от книги с помощью специальных значков. И много нечитающих детей стало проявлять интерес к книгам. То есть первые задатки появились в чтении, пусть даже это чтение по слогам, но оно появилось. И очень приятно, что такая форма работы нам попалась. Мы продолжаем ей заниматься и будем продолжать, будем привлекать другие группы детского сада. В дальнейшем воспитатели планируют снимать буктрейлеры, короткие ролики, в которых воспитанники рассказывают о своих любимых книгах. Своим опытом при учении ребенка к чтению поделилась с педагогами и мамой одного из воспитанников 14-го сада. Татьяна Насекина с младенчества читала книги сына Тимофею. Когда малыш подрос, его записали в библиотеку. Татьяна советует читать ребенку каждый день. Даже если навалилось много домашних дел, можно выделить хотя бы 5 минут на книгу. И книжки он выбирает сам. То есть хочет Маугли, значит Маугли. Хочет одну книжку весь вечер, вот как я говорила, мы две недели читали одну и ту же книжку, значит мы будем читать две недели одну и ту же книжку. И книжки я стараюсь читать не монотонно, там он быстрее-быстрее оделся, а по ролям и голос изменяем. В планах воспитанников детского сада номер 14 проводить подобные педагогические гостиные два раза в год. Самому главному человеку, своих мам, с праздником весны поздравили участники народного коллектива «Забава» Центра внешкольной работы. Со сцены прозвучали нежные песни и трогательные признания в любви. На праздничном концерте побывала и наша съемочная группа. Ансамбль русской песни «Забава» открыл концерт с задорной песней. Пестрые, расшитые сарафаны, причудливые кокошники девчонок и подпоясанные алые рубахи юных музыкантов создали неповторимую народную атмосферу. Сегодняшнее мероприятие посвящено началу весны и, конечно же, дню мамочек. То есть мы сегодня поздравляем бабушек, мам, наших девочек, которых большинство у нас в коллективе. Вот, сегодня у нас вот такое вот мероприятие. Праздничный концерт получился импровизированным, потому что времени на подготовку из-за пандемии было немного. Однако ребята выступали как настоящие профи, и даже если кто-то сбивался, зрительный зал поддерживал их аплодисментами. Конечно, было сложно, но мы с ребятами не унываем. У нас много здесь проходит различных концертов спонтанных. Мы всегда готовы, всегда у нас есть в репертуаре те песни, которые подойдут абсолютно на любой праздник. Сегодня, конечно же, как и в любой другой праздник, мы с нашим коллективом поздравляем зрителей русской песни, русскими плясками. И даже, может быть, и конкурсами со зрителями. Здесь царила домашняя и уютная атмосфера. Людмила Карпушова проводила концерт в интерактивном формате. Каждый номер предварял небольшой диалог со зрительным залом. О маленьких девчонках, невестах, мамах и бабушках. А потом юные музыканты поздравляли их песнями, частушками, стихами. Искренне и от всей души. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин